Добрый день, друзья! Меня зовут Пульхерия. Вы на канале «Записки пользователей» или вы гениальны. Сегодня у нас в гостях, или мы в гостях, у грузинской кухни. Грузинская кухня самобытна, очень вкусна и любима во всем мире. Я бы сказала, что она является жемчужиной в рейтинге мировых кухонь. Сегодня мы приготовим знаменитый грузинский салат «Ацицелий». Ацицелий в переводе с грузинского означает «растрепанный». Этот салат легкий, изысканный, утонченный, очень вкусный. Он станет событием на вашем столе. В нем идеальное сочетание ингредиентов и специй. Ацицелий означает вид нарезки, подачи ингредиентов в салате. Поэтому такое разнообразие салатов Ацицелий совершенно разными продуктами. У нас наиболее популярна версия с баклажанами. А сегодня я вам предоставлю базовую, классическую версию этого салата. И нам для его приготовления понадобится редька белая или дайком. 300-400 граммов. Один огурец больше среднего размера. Один перец сладкий, красного цвета. Кукуруза консервированная, одна стандартная баночка. Куриное филе, которое вы должны предварительно отварить. 300-400 граммов. Лук красный, одна головка. Укроп и, либо вы берете кинзу, но я не очень ее люблю. Поэтому можно взять петрушку или сельдерей. И сыр в оригинальном варианте, это должен быть сыр сулугуни. Но его можно заменить на другой рассольный сыр. Допустим, моцарелла или фет. Но у меня другой сыр. Я думала, что он у меня есть, и он у меня был. Но, к сожалению, его съели. А я об этом не знала. Так что, мои дорогие, представьте, что это сулугуни. Ничего, салат все равно будет очень вкусный. А кроме этого, вам понадобится масло, желательно оливковое, специи, соль, перец. Итак, приступаем. Дайкон или редьку очищаем от кожуры и натираем на тюрьке. Я воспользуюсь мультиреской. Вот такой вот соломкой надо натереть редьку или дайкон. Теперь его надо обязательно отжать. Отжимаем и кладем в чашу для салата. У огурца отрезаем концы и трем его точно такой же соломкой. Порезав огурец вот такой вот соломкой, мы его отжимаем точно так же, как и редьку. Перец очищаем от семян, от плодоножки и нарезаем такой же соломкой. Перец, порезанный соломкой, добавляем в чашу. Луковицу режем четвертинками колец. Лук порезали и добавляем его к салату. Теперь куриное филе мы разбираем на волокна. Оно не режется, а только разбирается на волокна и добавляется в салат. Куриное филе мы разобрали на волокна и теперь добавляем к салату кукурузу. Режем укроп и сельдерей или кинзу. Добавили в зелень в чашу к салату, добавляем соль, перец и все тщательно перемешиваем. Соль и перец мы добавляем по вкусу. Теперь все тщательно перемешиваем. Теперь на терке мы натираем сыр сулугуни или моцарелла. Потертый сыр добавляем в чашу и опять все перемешиваем. Друзья, салат мы весь перемешали и теперь мы должны сделать соус. И соус мы делаем на основе майонеза и желательно, чтобы он был оливковый. И еще более желательно, чтобы майонез вы приготовили сами. Как делать майонез, любой майонез. Есть у меня подробное видео на канале. Ссылку вы сейчас видите и я и оставлю в комментариях и в описании. Делаем майонез. Все ингредиенты, кроме бальзамического крема, перекладываем в стакан и пробиваем блендером до получения однородной плотной белой эмульсии. И теперь добавляем в майонез пол столовой ложки бальзамического крем-соуса. И все перемешиваем. Соус готов. Теперь салат можно заправлять соусом и подавать к столу. Друзья мои, грузинский салат от Эцели готов. Вы любите грузинскую кухню? Пробовали ее? Если вы еще ее не полюбили или вы еще с ней не знакомы, у вас есть шанс познакомиться с ней. И этот салат, прекрасный витаминный салат, будет настоящим событием. Вашим меню приготовьте его на ближайший праздник. Советую его приготовить также и в будний день. Готовится он из доступных продуктов, но вас удивит, порадует и даже восхитит своим вкусом грузинский салат от Эцели. Друзья мои, посмотрите, какая получилась великолепная красота. И у вас обязательно получится этот вкусный салат, потому что вы гениальны. Порадуйте своих друзей и украстьте ваш вечер, день этим прекрасным салатом. Салат может подаваться порционно и идеально подходит для романтического ужина. Украшения на салате сделаны из тех же продуктов, которые мы и использовали. Это розы на салате из дайкона. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита. Готовьте с удовольствием. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. С вами была Пульхерия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok